Большой информационный час. Наше всё. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Даже и малейшего не подавали вида. Если вам на душе печально, а вы делаете вид, что вам прекрасно, дети это всё равно прочувствуют и расскажут вам об этом. Эти дети решительны и настойчивы. Они проявляют себя очень творческой натурой. Они могут вам говорить такие вещи, о которых вы не догадываетесь. И это действительно является так и есть. Эти дети склонны к бессоннице. Они видят того, чего не видим мы. В любое время суток, дня и ночи. Горят желанием помочь миру в каком-то великом деле. Отличаются высокой самооценкой. В подростковом возрасте невидкие периоды депрессии. Случались мысли даже самоубийстве. Ищет настоящей крепкой искренней дружбы. Очень нуждается в безусловной любви близких людей. У этих детей важно чувствовать и понимать. И тогда, я думаю, что к ним можно найти любой подход. Эти дети самоуверены. Что можно ещё добавить? Чтобы их как-то выявить, можно провести психологические такие тесты интересные. Можно попросить ребёнка нарисовать себя и нарисовать, что вокруг на листе бумаги. Ребёнок отобразит то, что было у меня в практике. Необычные снежинки. Цвет, естественно, преобладает индиха. Почему они и названы детьми индиха? Это фиолетовый, естественно, цвет. Также можно предложить нарисовать детям ладонь, ручку. Они раскрашивают пальчики в разный цвет. Мы знаем, что каждый пальчик — это отдельный орган ребёнка. Ну, не только ребёнка, а взрослого человека. А посередине — это связь с космосом. И, как правило, эти дети без подсказки, сами интуитивно раскрашивают ладошку в фиолетовый цвет. Спасибо, Елена Юрьевна. Очень интересно, очень информативно. Я хочу ещё добавить, что сам термин «дети индига» появился в начале 80-х годов прошлого столетия. Открыла этот термин американский психолог Нэнси Энтепп. Она обладала экстрасенсорными способностями и обнаружила в ауре некоторых детей с необычными задатками преобладания тёмно-синего цвета, цвет индига. И у нас в студии находятся сегодня мамы. Это мамы детей индига. И хочу сказать нашим слушателям, что таких мам мне было очень сложно найти, но всё же это удалось. Людмила, Вашему ребёнку сейчас 14 лет. Расскажите, пожалуйста, Вашу историю, когда Вы поняли, что у Вас ребёнок индига, какими способностями обладает Ваш ребёнок? Ну, сказать, что я поняла, что у меня ребёнок индига, я не могу, мне не с чем сравнивать, у меня одна дочь. Но что она особенная, для меня она особенная стала с первой минуты, как я её увидела. Вернее, с первой минуты, как я её почувствовала. Это, естественно, для любящей мамы. А когда я поняла, что она не совсем такая, то это, наверное, ей было около недели. У неё был очень осмысленный взгляд. К нам пришла бабушка, которую она видела, когда нас выписывали из роддома, и она зашла к нам в гости. И она её разглядывала, именно разглядывала, внимательно смотрела, а потом сделала такое движение, я говорю, не, не помню, где-то видела, она не помнит где. То есть это было удивительно для меня, и мы до сих пор вспоминаем эту историю со смехом. Но я своего ребёнка всегда воспринимаю как особенного, потому что он мой единственный, и какой-то классификации для этого мне не нужно. А нам очень повезло с воспитателем в детском саду, и вот именно она меня начала наталкивать на мысли, что у меня у ребёнка, быть может, она относится к какой-то группе, да. Но я бы не стала так вот классифицировать, опять же. Мне кажется, у всех деток есть какие-то определённые способности. Просто если к ребёнку относиться с вниманием, с любовью, то эти способности будут расти. И если же пытаться его подвести под какие-то шаблоны, стандарты, то, конечно, это будет обычный ребёнок. Но всё-таки какими-то феноменальными способностями ваш ребёнок обладает? У неё отличная интуиция. Она может предсказать что-то. Она часто предсказывает исход каких-то событий, да. Она вот это прям, мы уже даже не удивляемся таким вещам. Она очень уверенно отстаивает своё мнение. У неё нет авторитетов. Для неё не важно, какой человек, с какой, что за человек перед ней. Для неё важно, чтобы человек её слушал и понимал. Если у неё есть своя точка зрения, она будет её отстаивать, невзирая на лица. Спасибо большое, Людмила. Это как раз-таки вот две основные черты детей Индиго. Это интуиция, очень сильно развитая интуиция. И именно отстаивание своей позиции, то есть отсутствие авторитетов. Ольга, вашему ребёнку 6,5 лет. Расскажите, пожалуйста, вашу историю. Да, я тоже считаю, что каждый ребёнок для своих родителей уникален. Естественно, это так. В своей дочери я где-то в возрасте её 1,5-2 года начала замечать её очень уёмную энергию, какой-то сверхнезависимый характер. Пришлось даже где-то себя перестраивать под это, потому что что-то с этим делать. Иногда казалось, что просто ребёнок всё делает на зло. Но позже это всё как-то перешло в творчество, в общение. То есть когда она взрослела, уже как-то искались пути, каким образом это настроить и направить в нужное русло. Ну да, хотелось бы отметить, что, несомненно, интуиция. То есть если дочь куда-то не хочет идти, и её никакими способами, уговорами не заставишь, например. И действительно, когда потом выясняется, что делать ей там было нечего. Ну такие какие-то моменты. Мы постоянное творчество, мы постоянно рисуем. Даже если что-то там не ладится с настроением, она приходит садиться и перерисовывает, рисует какую-то лепку. То есть всё это должно обязательно находить выход. Эти эмоции, эта неуёмная энергия. Спасибо, Ольга. А вот говорят, что родители, дети Интиго, они не воспринимают своих родителей. То есть для них даже родители не авторитет. Это правда на своей практике? Да, но я бы сказала, что это в хорошем смысле. Потому что даже для меня некоторые очевидные вещи я пересматриваю каждый раз. Потому что даже та же целеустремлённость моей дочери. Иногда она говорит, давай будем делать это. Именно вот там в час ночи, когда нам нужно ложиться спать, давай найдём какую-то там маленькую деталь, где-то там какого-то конструктора. Я говорю, нет, нет. Она начинает обосновывать свою точку зрения. И уже на пятом аргументе ты действительно говоришь, да что, тебе жалко, что ли? Встань тогда, пойди, найди. Спокойно ляжем спать. И это и в работе где-то помогает. Потом вспоминаешь вот эти какие-то моменты, что действительно можно дойти до любого какого-то достижения. Главное не сдаваться. И действительно верить в свои силы. Вот они учат такие дети верить, да, и не отступать ни в коем случае. Мне того очень не хватало. Добавите что-то. Да, вы знаете, действительно, не авторитет. Ну как не авторитет? У нас часто шаблонное мышление бывает, да? И что-то делаешь иногда просто по инерции. Например, что-то поведение запрещаешь или говоришь, что там нужно сделать. А ребёнок бесшаблонно это всё воспринимает. Он говорит, нет, я не хочу. Она видит реальное положение вещей. Она видит больше вас. Да, больше. И, естественно, первая реакция, да как это? Я же авторитет. Потом начинаешь разбираться, и ты понимаешь, что вполне... Что-то тебе нужно прислушиваться. Да, это обязательно нужно прислушиваться. И когда прислушиваешься, ребёнок становится очень мягким. Это не такие дети, что с ними невозможно найти контакты, общение. Они на самом деле очень пластичные, очень мягкие. Но к ним нужно подходить с вниманием и с любовью. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Виктория. Я хочу поблагодарить за очень интересную тему. На самом деле, эта тема, наверное, интересна для каждой мамы. Потому что, да, действительно, каждая мама думает, что её малыш, он уникален. С самого рождения. Конечно, вот про деток Индиго я, например, читала очень много. И можно много спорить об их уникальных возможностях. Но если однажды я или вы столкнётесь с ними, то вас в этом трудно будет переубедить, что именно да, это он. Он, этот ребёнок Индиго. И это действительно удивительные детки. Мы, взрослые, просто в силу отсутствия своих знаний не понимаем их. И мне кажется, у нас заблокирована именно цивилизация то самое интуитивное начало, которое позволяет этим детям совершать невероятное. Вот я сейчас слушаю вашу передачу и хочу обратиться к этим мамам, приятным мамам, даже вот по слуху, по голосу. Берегите своих деточек, развивайте в них это начало. Спасибо большое, Виктория. Юрий Сергеевич, хочу обратиться к вам. Вы психолог и специалист по работе именно с детьми с особенностями развития. Сталкивались ли вы в своей практике с детьми Индиго? Нет, в своей практике я не сталкивался с такими детьми, но с такими особенностями в поведении, с каким-то феноменом, незаурядностью у деток, у которых, казалось бы, есть какие-то диагнозы или отклонения от нормы. Такие проявления у деток бывали. Я могу привести примеры такого поведения, когда, например, я занимаюсь в спортивном зале с таким ребенком, у которого есть задержка психологического развития. Я захожу в зал, он меня видит первый раз в своей жизни, и он меня спрашивает, что у тебя с коленом? И у меня травма серьезная колена, ребенок об этом не знает, я не хромаю, но он это видит. И мы с ним пообщались, продолжили наши занятия. Вот такая вспышка бывала, что ребенок, он как-то реагировал, особенно другой малыш, с которым мне доводилось работать и до сих пор работаю, у него феноменальная память фотографическая. Он может секунду смотреть на изображение и потом его воспроизвести на бумаге и не имеет значения, какой это язык. Русский, английский, китайский, он полностью это все изобразит на бумаге. Вот такие черты, вот такие проявления в моей практике они встречались. Но мне сложно отнести этих деток к детям индига, потому что я считаю, это какие-то устойчивые качества и навыки, к которым ребенок может обращаться, пользоваться ими на благо свое или на благо своих близких. Такое мое мнение. Еще с вашей дочкой был какой-то очень интересный случай. Да, с моей дочерью много было интересных случаев. Один из них это случай, когда ей было около трех лет, и мы с супругой и с ней проезжали мимо церкви, и она нам такое послание сделала необычное. Она нам рассказала историю, что до того, как она попала на небо, она сказала, я... А, когда мои родители ушли на небо, я стала жить вот в таком замке. Жила в нем долгое-долгое время, а потом сама ушла на небо. После этого я попала к вам. И у нас с супругой был такой шок, мы минут 20 сидели, вообще ничего не понимали, что произошло. А потом дочка опять стала разговаривать, как обычный трехлетний ребенок, максимум два слова в предложении, какие-то дефекты речи, традиционные для этого возраста. В общем, вот такие какие-то вспышки, проявления философские или какие-то эзотерические у ребенка бывают. Но вы не относите свою дочь к этому делу? Вы знаете, вот когда Елена прочитала признаки детей-индия, я кроме бессонницы, но дневная бессонница у меня есть, как у любого ребенка, я так вот подумал, что, наверное, тоже склонна она к этим моментам. Но я думаю, что у многих деток эти черты, признаки могут проявляться. Они не могут быть, наверное, все сразу или устойчиво находиться в ребенке, но на определенном этапе развития ребенка, в определенной среде и любящей атмосфере, дети могут раскрываться подобным образом. Спасибо. Я даже знаю, что у Елены Юрьевны тоже был случай, вам что-то тоже сын интересное говорил. Да, мой сын, будучи еще до пяти лет, тоже сказал, что «Мама, когда я спускался к вам сюда с небес, я терял свои знания, которые я когда-то приобрел силу». Ему было очень обидно. Спускаясь к нам, он все это терял, как он нам рассказывает. Мурашки по коже. Вы знаете, у нас на связи еще одна мама ребенка Индига, наденьте, пожалуйста, наушники, ее зовут Елена, посмотрим, послушаем, что она нам расскажет. Елена, алло, алло, Елена. Не выходит пока на связь Елена, я думаю, что мы еще с ней свяжемся, продолжаем нашу беседу. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, если вы хотите поделиться своей историей или же задать вопрос нашим гостям, звоните по телефону 200 ровно 2519. Говорим о детях Индига, в чем заключается их особенность, как их воспитывать. У нас в гостях психолог-тренер детского развивающего центра «Радуга плюс», специалист по работе с детьми с особенностями развития Юрий Сергеевич Патурнак, детский психолог центра родительской культуры «Мой малыш Елена Юрьевна Черемнова» и мама шестилетнего ребенка Индига Ольга Бунчина и мама 14-летнего ребенка Индига Людмила Мачулина. Продолжаем нашу беседу. Сейчас мы поговорили с вами о тех примерах детей Индига, которые бывают нам. Ольга и Людмила рассказали свои истории. Это реальные мамы, реальные детей Индига. Но я вам хочу сказать, что есть и другая сторона этой медали. Например, доктор биологических наук Генетик Райполис отрицает существование такого явления, как дети Индига. Он считает, что на этой прибыльной идее можно удачно заработать. Предлагает посетить различные семинары, тренинги, школы. Считает, что дети Индига – это искусственно придуманное явление. Просто в последнее время стало модно давать это определение детям, не укладывающимся в привычные рамки представления об ученике или ребенке, который должен прилежно заниматься и слушать родителей. Также он утверждает, что доказательств явления не существует, а идея детей Индига так горячо принимается в нашем обществе. Во-первых, из-за стремительно растущего количества гиперактивных детей. Она дает надежду, это удобно родителям, выгодно тем, кто зарабатывает на ней деньги. И с детей снимается ответственность за свои поступки. Мы прокомментируем эту теорию, я думаю, все прокомментируем. После телефонного звонка нам удалось связаться с Еленой, мы сейчас поговорим с ней, я надеюсь. Алло, Елена. Да, здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Расскажите, пожалуйста, нам историю свою. Я знаю, что у вас ребенок Индига. Как это было у вас, когда вы поняли, что у вас необычный ребенок? Ну, поняла, что необычный ребенок еще в роддоме. Когда мне его принесли, и пришла медсестра показывать, как правильно пеленать. Она его положила на животик, а ребенок поднял голову в первый же день и стал смотреть, озираться по сторонам. Медсестра была тогда просто в шоке от всего происходящего. Ну, а потом, когда он лежал в коляске, вот люди подходили, заглядывали в коляску посмотреть на ребенка, он оттуда смотрел, вот как взрослый человек. То есть смотрел, кто смотрит на него, кому-то улыбался, оценивал, как видно было по взгляду. На людей смотрел, он не бессмысленно, а именно осмысленно разглядывал людей, и некоторые даже пугались. То есть отходили от коляски и были тоже шокированы. Сейчас вашему ребенку сколько лет? Сейчас ему 6 лет. А, так у вас еще школа впереди. Да, он складывает в умитрюзачные цифры числа, вот спокойно может считать. То есть у него такие математические феноменальные способности. А скажите, пожалуйста, в садике у вас нет никаких проблем в плане социализации? Были проблемы, потому что были проблемы, все нажалились, что никого не слышат. То есть человек ведет себя вот как царь, то есть он считает то, что считает нужным, то и делает. А воспитатель как реагировала на вашего ребенка? Ну, постоянно делала замечания, постоянно меня вызывали к психологу, то есть постоянно мы общались с ним, почему ты так себя ведешь. А он считает, что вот он должен так поступить, поэтому он так поступает. То есть мнение каких-то взрослых он не учитывал никогда, то есть вел себя так, как вот он считает нужным. Ну, и до сих пор себя так ведет. Елена, скажите, а со сверстниками в садике как он общается, ваш ребенок, нормально? Общий язык находит? Нет, вы знаете, со сверстниками либо он лидер, то есть он руководит, либо он не общается вообще ни с кем. То есть он уходит в какой-то свой мир и сидит, вот если ему никто не подчиняется, он уходит в свой мир, садится и сам по себе играет, и никого к себе не подпускает. Елена, ну я знаю, что скоро вы уже пойдете в школу, да, вы как-то уже выбираете школу преподавателя? Да, в школу уже выбрали, выбрали преподавателя, все уже выбрали, идем в школу. Спасибо большое, Елена, спасибо за этот звонок, удачи вам. Я бы хотела вернуться к нашей теме, к теории Райполиса, хочу, чтобы вы ее прокомментировали. Ольга, Людмила, как вам такая теория? Может быть, у вас просто гиперактивные, избалованные дети, может вам показалось, что это дети индига? Или просто господин Райполис сам не сталкивался с таким явлением на практике? Как вы это прокомментируете? Ну, ученые, несомненно, разберутся в этом, но я не считаю свою дочь избалованной. Определенно что-то есть не только в наших детях, и какое-то вот это поколение, или какое-то количество детей, с которыми нужно работать по-новому и как-то менять свои методы, это однозначно, я считаю, что это есть. Спасибо. Людмила? Ну, у нас такой мир, да, если есть мнение, есть и противо мнение, это вполне нормально. И я думаю, что Райполис, уважаемый, просто не встречался действительно с такими детьми, потому что, ну, на примере моего ребенка, я бы не сказала, что они неуправляемые, им все нужно объяснять, с ними нужно разговаривать и спрашивать, почему он не хочет делать или слушать того или иного человека. На самом деле они дают объективные, вполне логичные ответы. Это не так, я не хочу, все, я не буду ничего говорить. Нет, например, мой ребенок очень контактен, и она всегда говорит, почему она это считает так, либо так, и почему она этого не будет делать. Если я ее смогу переубедить, она не будет упираться просто потому, что она упряма. Ну вот, и эти дети действительно имеют лидерские качества, я заметила, что они любят вести группу, но это опять же не так, что если вы за мной не пойдете, я не буду с вами общаться. Нет, это достаточно, намного более мягко, просто они умеют настроить на свою сторону, перевести человека на свою сторону. Говорят, что детей индиго совершенно нельзя обманывать, им нужно говорить все прямо. Есть такое? А других можно обманывать детей? Других тоже нельзя, но говорят, что именно детей индиго, им нужно объяснять все как есть. Вот по-взрослому я читала об этом. А я считаю, что всем нужно по-взрослому. Я тоже так считаю. Елена Юрьевна, вы теорию райпулиса слышали? Да, конечно, слышала, но я присоединяюсь к мамам все-таки. Ну, все-таки, да, наверное, не знаком был так близко с этими детками. Насчет обманывать, обманывать, конечно, никого не стоит, просто эти дети более чувствительные, они сами знают, что мы, они видят в наших глазах, что мы говорим иногда. Имеется в виду, что, знаете, например, некоторые взрослые вещи, некоторые взрослые ситуации, родители пытаются неким образом завуалировать, рассказать немножко в выскаженном виде. Если, например, с обычным ребенком это может получиться, то говорят, что дети индиго в этот момент смотрят на тебя, и просто тебе самой становится неловко. Ольга что-то хочет добавить. Да, и в том плане, что это будет сложно и себе дороже, если попытаться обмануть такого ребенка, потому что будут дополнительные вопросы, то есть если ты отмахнешься, там что-то придумаешь, потом последует целая цепь рассуждений, и все равно будет истина найдена, и вы будете чувствовать себя, по крайней мере, неловко, потому что... То есть он спросит, мама, а зачем ты это сказала? Что это вообще было? Для чего ты им сказала? Да, был такой случай, когда ей было 3 года, и, ну, как часто с детьми бывает, чтобы что-то сделать, да, говоришь, там, сейчас придет зайчик или там собачка, и она смотрит на тебя, мама, ну что ты говоришь, какая собака? Какой зайчик? То есть с Дедом Морозом тоже ничего, наверное, не получалось. Ну, это удобно ведь верить Деду Морозу? Как правило, получается. У нас есть еще один телефонный звонок. Надевайте наушники. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Галина. Как бы, ну, это же очень необычный ребенок. Ну, как бы, я вообще заметила это уже две недели, то есть она уже по губам повторяла за мной слова, представляете? Дальше было вообще все, то есть рисунки, да, вот. Конечно, я глупость сделала, то есть смотрела телевизор, помните трагедию в Беслане. Ребенок родился в 2000 году, у меня дочка. И когда телевизор был включен, она взяла краски и начала рисовать черное солнышко. Представляете, не понимая, еще слабо вообще разговаривая. Ну, первый раз, когда мне сказали, что она необычная, это когда я отдала в художественную школу, она училась с детьми, которые вообще были уже в пятом, в пятом, в шестом классе, она быстрее всех рисовала рисунки, то есть за 8 минут 10 рисунков учительница-преподавательства была просто в шоке. Единственное, что я хочу сказать, ну, как бы, что, вот, мой муж бывший, он говорит, она такая же больная, как и ты. Вот этого ни в коем случае нельзя делать. То есть она, эти дети, они очень чувствительные, очень чувствительные, вот, то, что им тяжело, да, в этом мире. Они необычные, они это чувствуют, они это, они не понимают. И не дай бог кому-то из родителей сказать, что ты дебил, или ты ненормальный, или кому-то из знакомых. То есть, ну, вот этого делать ни в коем случае нельзя. Они очень обижаются. Они понимают, что они необычные. Еще вот, ну, как бы, слышала такое мнение, что с 2003 года они начали рождаться. А я считаю, что намного раньше. Намного раньше. Я читала, что с 1978, с 1978 года. Ну, вот, я сама, извините, ну, как бы, я чувствую, что я, да, странно. И, то есть, если даже, там, психологи не могут очень долго определить, не два месяца, вообще не могли поставить диагноз. Просто вот, ну, как бы, я не говорю, потому что это необыкновенное. Но это я всегда чувствовала с детства, что вот эти все творчества. Да, нужно развивать детское творчество. И ни в коем случае не знать, что нам тяжело, да, нам тяжело в этом мире. Я сейчас жду второго, и он, я уже понимаю. Он уже тоже такой, такой сычокнутый, как и я, понимаете. И мы считаемся чокнутыми в этом мире, вот честно. Галина, спасибо большое за вашу историю. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что услышали нас те родители, которые, может быть, после звонка Галины, после наших историй не будут все-таки комментировать, не будут всех сравнивать друг с другом. Да, есть особенные дети, они необычные. Их называют, конечно, странными, но на самом деле они необычные в какой-то своей сфере. Никто больше не хочет прокомментировать. Да, есть комментарии. Я бы все-таки, знаете, склонялся к тому, что в отношении любого ребенка недопустимо произносить такие слова, там, чокнутый, больной, да ты такой же, там, как тот твой родственник или еще кто-то. Любого ребенка это травмирует. Но тот ребенок, который более открыт к миру и готов заявлять о своих чувствах, о своих переживаниях, он молниеносно ответит, отреагирует. И вот насколько я слышу, да, от Ольги, от Людмилы, их дети моментально реагируют и могут своим поведением заставить пожалеть людей о том, что они сделали это. Другие детки тоже это переживают, когда их поведению дают какую-то такую негативную оценку, но они могут переживать это уже внутри себя. Поэтому важно помнить об этом. Спасибо большое, Юрий Сергеевич. Я напомню еще раз, телефон прямого эфира, 200 рун на 2519. Звоните нам, рассказывайте свои истории, делитесь своими историями, высказывайте свое мнение по нашей теме. Продолжаем нашу беседу. В свое время Гёте сказал, что гением становится человек, познавший свое предназначение. Но мы прекрасно понимаем, что даже самого одаренного и гениального ребенка можно сломать, дав ему неправильное воспитание и ложные жизненные цели. Все-таки как воспитывать таких детей Индиго? И поддаются ли они вообще воспитанию? Елена Юрьевна, к вам хочу обратиться. Да, конечно, поддаются. То, как рассказала Людмила, очень красиво. К этим детям нужен просто подход, уметь их слышать, понимать, конечно, принимать и любить, безусловно. Если разрешит мне Людмила, я немножко расскажу о Насте. Когда она была в детском саду, Настя действительно имела лидерские качества, как и сейчас наверняка. И действительно за ней следовала вся группа. Она очень интересно могла предложить игру. Эти дети же отличаются этим. Есть дети, у которых нет навыка игровой деятельности. Настя придумывала такие сюжеты игр, что, в общем-то, все хотели с ней дружить, потому что там было интересно, там было заманчиво. Поэтому все хотели с ней дружить. Настя, в свою очередь, подходила все же избирательно к людям. То есть она не всех брала в свою группу? Ну, если можно сказать, так не всех, действительно. Но к ней тянулись все, потому что она была настолько интересным ребенком, очень интересным. Даже тянулись дети из других групп, и старше, и младше. Но как бы вот она вела за собой действительно. Очень интересная девочка. И при подаче материала, как я была воспитателем на тот момент, можно объяснять 150 раз, какое время года, ну, просто всей группе детям, да, Настя делала вид, как будто вообще, о чем ты говоришь, как-то надоело уже. То есть она знала это уже давным-давно. Даже, по-моему, не я ей рассказывала, и не родители. Она с этим чувством родилась, она уже это знала просто. И она думает, Боже, сколько можно времени тратить на это все? Вот она с таким вот взглядом на меня смотрела каждый раз. И часто задавала вопросы, зачем? То есть дети не понимают, зачем вообще все это происходит, да, какие-то действия. Сейчас мы будем делать вот это. Настя откровенно говорила, а зачем? Точно так же, как сейчас мой сын, да, вот он уже, вот ему 18 будет, он тоже, теперь он у меня спрашивает, мама, для какой цели ты совершаешь какие-то вот действия, да, зачем ты туда идешь, что ты, иногда задумываешься, а правда, зачем? Действительно. Да, суетишься, куда ты бежишь, что ты делаешь? Она говорит, мама, зачем? Ты поставь перед собой вообще вопрос, что ты делаешь. Ну да, говорят, что дети Индиго сами могут рассказать нам, как нам нужно жить, что мы делаем не так. Да, можно с ними контактировать, действительно, они очень гибкие. И если мы найдем какой-то к ним такой момент, подход, да. Я хотела сказать, что отличают этих детей очень мудрость большая в глазах. Вот все мамы об этом говорят, что ребенка видно буквально с первых дней. У них мудрые глаза, и они смотрят очень осознанно. С этим ребенком сложно сюсюкать, потому что он смотрит очень осознанно взрослым взглядом. И с ним начинаешь подстраивать свое поведение, общаться как со взрослым человеком. Ну потому что есть различия, на самом деле, с некоторыми детками хочется посисюкать, так прям по их, да. А с этими детками, ну вот хочется... Даже если захочется и не получится, я думаю. Иногда хочется даже присесть, прибирать. Я, Сергей, что-то добавите? У меня вопрос возник, даже вот несколько вопросов. к Ольге, к Людмиле, как... Первый вопрос, как ваши детки реагируют на других детей, обычных детей, которые не обладают такими феноменами? Как они с ними строят диалог? Получается у них диалог со сверстниками? Да, получается. Ну, действительно, я бы отметила, что они как-то выбирают себе свой круг общения. Вот. И если, ну, там, в круг Миланы попал ребёнок, то есть и ребёнок тянется, то здесь всё без вопросов. Но если кто-то её зовёт, играет, то, в общем, она тоже может построить там отношения, контакты. И здесь особых сейчас проблем нет. Есть просто то, что она очень откровенна. Если что-то неинтересно, она может об этом заявить. Вот такой момент. Ну, это, опять-таки, к конфликтам как-то особо не приводит. Людмила, а у вашей дочери много друзей? Да, у неё очень много друзей. Она очень общительная, но, естественно, избирательная. Но мне кажется, это нормально для любого человека. Любой человек выбирает по интересам. Конечно, она всегда стремилась к детям постарше. В принципе, у неё как бы немножко опережало своё развитие. Вот, но я не вижу, это не конфликтно. Она осталась лидером. У неё лидерская достаточно позиция. И в компании она, как правило, лидер. Но это всё мягкое, и она очень хорошо находит общий язык. Спасибо, Елена Юрьевна. Я хотела немножко добавить, что за Миланой тоже весь детский сад ходит. С ней хотят дружить. С Миланой все хотят дружить. Ну, как бы все хотят именно с Миланой. Спасибо. Я напоминаю, телефон прямого эфира 200 ровно 2519. А вот мне, знаете, что интересно, тоже вопрос к Ольге и к Людмиле. Вас всё-таки таких мам очень мало. Находите ли вы друг друга в социальных сетях? Объединяетесь ли в какие-то группы? Как вы общаетесь? И общаетесь ли? Или вам это не нужно? Ну, я о себе могу сказать. С таким ребёнком активным, пока ответишь на все её вопросы, только успевает отвечать на запросы интернета. Поэтому как-то особо в таких группах я не состою и не общаюсь. Хотя вот интересная идея, наверное. Я думаю, что вот смотрите, у Милана ведь дочка 14 лет. Я думаю, что она бы вам могла что-то интересное рассказать. Там же уже и школа пройдена, и уже детский сад. А вы только в школе? Практически, да. Мне подсказывает, что у нас есть ещё один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Инна. Я вот слушала прямой эфир и мамочек, и специалистов. Ну, как бы я могу вспомнить, как в советские времена это было что-то экзотическое, термин Индиго, что это дети, ну, такие с необычными способностями. Ну, во-первых, которые вот в основном показывали, которые там числа складывали в уме. У меня вот правда что-то суперзавышенный интеллект. И это всем казалось странным, и все боялись этого. Я думаю, что дети Индиго, ну, это какой-то термин, да, во-первых, кто придумал? Придумал экстрасенс. Придумал объяснение этому явлению, придумал экстрасенс, и как такового реального объяснения ему нет. Вот я также об этом читала, и тогда давно, в те времена, и вот сейчас смотрела. Я могу сказать, что я верю, что такие дети существуют, что, как бы, я верю в то, что многие дети такие могут быть с необычными способностями. Просто родители обратили на это внимание, вот когда я слушала мамочек, и они просто стали им уделять больше внимания, в том числе развития, да, детей. Сейчас многие программы развития, там, например, Монте-Сори, там, и Вальсдорская, да, там какая-то школа, они все направлены, чтобы развивать детей, чтобы меньше им вот запрещать. Это вот все, в общем-то, идет к развитию детей Индиго. Я вообще считаю, что, вот, как говорят эти дети, они, нет у них авторитетов, да, но я могу только одно сказать, что детям Индиго в жизни реально будет сложнее других детей, за то, что они такие вот, не такие, как все. Вот и все, что я могу сказать. Спасибо большое, Ирина, спасибо за ваше мнение. Кто-нибудь хочет прокомментировать? Сложно будет таким детям в жизни? Им действительно будет очень сложно найти себя в жизни, осознать, кто они есть и для чего пришли, им действительно будет очень сложно. И возвращаясь немножко, когда я сказала о бессоннице, Юрий поддержал тоже, этим детям некогда спать. Они все время хотят что-то познавать на самом деле, им некогда спать. Если в более младшем возрасте, да, вот как Милана с Настей, их трудно уложить было днем спать, ну, они не считали, что это не к чему, тут столько интересного вне, а им говорят спать ложиться. Вот сейчас на примере своего сына, да, не говоря о сетях каких-то, да, он мало общается в сетях, он пишет книгу сейчас, он очень много читает, он смотрит вебинары. Ну, то есть ему, он говорит, зачем я лягу спать, я потеряю столько времени. То есть им некогда спать, им хочется что-то воспринимать. Да, Юрий Сергеевич. Да, Елена, позвольте не согласиться с вами по поводу того, что им будет сложнее, чем другим. Ну, мне кажется, это установка уже, некая установка, которой нужно следовать. Я думаю, что не нужно. Те родители, которые понимают, что у них есть дети с такими феноменами, и родители осознанные, они могут создавать для своих детей такую среду благости и любви, в которой ребенок будет развиваться. И самое важное, мне кажется, для таких родителей, это помочь этим деткам осознать и понять, что в обществе есть правила. Пусть у них останется это понимание, что нет авторитетов, что у них есть свое исключительное мнение. Но есть правила, есть определенные правила. Если я не сплю в детском саду, я лежу и никому не мешаю. И если ребенок Индиго с самого раннего детства будет также благостно развиваться, не имея каких-то условных границ, но понимая, что есть правила, ему будет нормально в жизни. И он и поймет, кто он, для чего он в этом мире, и он реализуется всегда. Он найдет применение своим знаниям и способностям в любой сфере, будь то математика или какие-то другие науки. Я думаю, нормально будут развиваться эти детки, будут успешными и счастливыми. Я согласна с вами. Хорошо, но я еще читала, вообще очень много статей читала перед этим эфиром. Дети Индиго, да, есть как положительные, так и есть дети-разрушители. Хорошо, вот на примере сна в детском саду. Если ты говоришь ребенку, что есть определенные правила, давай, если не хочешь спать, лежи, никому не мешай. А он говорит, нет, не буду. И он не просто, например, не спит, а он реально начинает всех будить, мешать. Что тогда делать? Я бы тогда на месте воспитателей толкнул этого ребенка с определенными ограничениями, которые он должен претерпеть с определенными последствиями. Или ты действуешь по правилам, или я, например, тебя лишают той твоей потребности, в которой ты сейчас нуждаешься. Например, хочет активно себя вести. Нет, сейчас активно нельзя себя вести. Если он там балуется, я его вывожу в другую комнату, и он там в этой комнате находится. Но он никаким образом не включает в свои процессы, в свое поведение других детей. Я его тогда лишу той возможности, которая у него есть, нарушать эти правила. Оно у вас в вашей практике получается? Конечно. Получается. Людмила что-то хочет добавить? Да, я согласна. Ребенок должен быть ознакомлен с правилами хорошего тона, и он должен быть хорошо воспитан. Но он сам выбирает, использовать эти правила или не использовать в определенных обстоятельствах, скажем так. Но он должен быть воспитан хорошо. И если он воспитан, он не будет, я думаю, вовлекать других детей, даже при условии гиперактивности. А эти дети, как правило, гиперактивны. Гиперактивны, да. И именно поэтому им сложно засыпать, потому что у них возбудимость более высокая. Еще у них очень, ну, во всяком случае, у моей дочери, у нее очень богатый внутренний мир. И когда она была маленькая, она не отличала, ну, это, наверное, у многих деток, не отличала сон от яви. И настолько богатое вот это вот происходящее во сне, что она не могла иногда заснуть, а иногда просыпалась просто от того, что там слишком яркие впечатления. Ну вот с основным у нас, да, проблемы на сих пор. Спасибо большое, Людмила. Я хочу сказать, что, хочу поднять такую проблему, что специальных учреждений для таких детей, для таких необычных детей у нас нет. Это факт. Получается, что родители отдают детей Индиго в обычные детские сады, в школы, и где, надо сказать, учителя зачастую не подготовлены к появлению таких детей, они не знают, как найти к ним подход. Многие специалисты в области психологии сходятся во мнении, что поведение талантливых детей сильно схоже с гиперактивностью. Поэтому школьному педагогу, ну, и воспитателю в детском саду очень сложно различить детей с отклонениями от гениев. Вот здесь, наверное, я к Людмиле опять хочу обратиться, вы уже детский сад прошли. Всё-таки, а, ну вам с воспитателем повезло. Ну, у нас был не один воспитатель, поэтому мне было с чем сравнивать с воспитателем, который слушает, слышит и готов идти на ступке ребёнка, готов, вернее, его слушать, да, и действовать соответственно, она была абсолютно… Не сталкивались ли вы с ситуацией, когда воспитатель приходит, он не слышит вашего ребёнка, он видит, что он другой, он пытается, ну, то есть есть стандартные, да, какие-то нормы и правила, и он именно пытается подкорректировать, исправить, сказать, что нет, вот ты не такой, как все. Ну, то есть не было таких ситуаций? На самом деле мы с этим столкнулись в школе, как ни странно. И преподаватель у нас молодая, это девочка после пединститута, и, видимо, ну, как бы у неё своё восприятие, что дети должны вести себя определённым образом, и никаких отклонений нет, нормы быть не должно. Тогда возникли проблемы, это действительно проблемы, проблемы с поведением, в первую очередь. Ну, она просто протестует против такого. Ну, и мне кажется, это нормально. Шаблонное поведение нельзя навязывать ни одному ребёнку, вне зависимости от того, к какой категории его можно отнести, да. А эти дети, они просто активно протестуют, и поэтому вызывают у преподавателей ещё больше, порой даже агрессию. Но вот с этим, да, я столкнулась. Но я просто считаю, что это не нужны специальные школы или специальные заведения. Я считаю, что просто преподаватель, который идёт, должен идти осознанно, и должен искать подход к любому ребёнку. Ну, при условии, конечно, что детей у него не 50. Спасибо. Ольге повезло, да, с воспитателем, поэтому... Да, мы не прокачивали. Ну, тем не менее, наши дети всё равно встречаются, да, на каких-то занятиях, или где-то может встретиться педагог с иным подходом, например, который будет в равной степени ко всем относиться, там, внимательная, но со своими установками. И я считаю, что это всё равно для ребёнка, моего, по крайней мере, необходимый социальный тренинг. Она должна иметь навык и в этой ситуации себя адекватно вести и как-то подстраиваться, потому что я как мама делаю свой вклад в её будущее взаимодействие с этим миром, неидеальным. И со своей стороны я только здесь могу взаимодействовать именно с дочерью, задавать вопросы, объяснять ей, что где-то если она считает, что её права ущемлены, это не от того, что человек хотел ей причинить какое-то зло, просто у него такие методы и так далее. И также я считаю, что нужно с педагогами взаимодействовать, нельзя просто привести ребёнка, сказать, он у меня особенный, и делать вот как-то что-то для него. Нужно всегда рассказывать и идти на контакт и именно тоже вкладывать что-то, потому что… Спасибо, Ольга. Елена Юрьевна, существуют ли какие-то способы морально подготовить ребёнка к возможным нападкам со стороны воспитателя или сверстников? Может быть, их не будет, этих нападок? Ранее не надо готовить, может, их не будет на самом деле. Зачем рассказывать о том, что может не встретиться вообще? То есть уже постфактум, да, обсудить? Я думаю, что да, но в свою очередь я хотела бы сказать, что действительно надо педагогу индивидуальные особенности учитывать ребёнка. И на мой взгляд, всё-таки важно подружиться с ребёнком, чтобы прочувствовать его. Если ты видишь, какой-то от ребёнка исходит непонимание или какое-то неадекватное поведение, скажем так, ну оставь его после школы, поговори с ним, подружись на самом деле, проникнись к нему, и ребёнок повернётся к тебе, и ты поймёшь, о чём идёт вообще речь. Спасибо большое. У нас ещё один телефонный звонок, наденьте наушники. Не надо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Очень приятно, Татьяна. Я слушаю вашу передачу. Отлично. И как бы немножко вот, хотела бы сказать, что все дети разные, все люди разные. И выделять кого-то, у каждого есть свои особенности, у каждого есть свои какие-то данные. И моему сыну 21, в этом году 22. Я тоже самое могу сказать, что он тоже индига. Зачем? Он тоже поднял голову в роддоме, начал всех разглядывать. В две недели, в десять дней у него ещё не было. Он уже голову держал, как пистолет. Он начал уже в три месяца мне кота звать, кэсквест. Ну и что теперь? Рисует он. Он чертит рисунок, может в проекции нарисовать любую деталь в разрезе. Причём с карандашом, с линейкой и лист бумаги. Он музыку очень сильно различает. Ну и что теперь? Он индига? Вы не считаете, что он индига, просто он способный ребёнок, да? У нас дети все способные. Просто одни родители обращают на внимание, на воспитание и на всё остальное, а другие родители их просто не замечают. Дети, они им не нужны. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо за ваше мнение. Прокомментируйте. Да, я согласна с Татьяной, что нужно уделять внимание ребёнку и видеть его особенные черты, то есть его черты и личности, которые в нём есть, и не пытаться его как-то... не пытаться его подогнать под свои шаблоны. Да. Ну, я считаю, что если мы оперируем сейчас таким термином индига, то этот термин нужен в первую очередь для тех людей, которые сталкиваются с такими детками, как специалисты, чтобы они учитывали этот фактор, чтобы они не реагировали, исходя из какого-то чувства раздражения или злости на этого ребёнка, что он не вписывается в общий шаблон. И использовать эту терминологию индига не для того, чтобы выделиться, вот у нас индига ребёнок, а у вас не индига. Это не для этого, и это не какое-то достижение, это не трофей, который мы ставим на полку. Это в первую очередь для того, чтобы и специалистам, и другим людям, и другим, может быть, детям было проще взаимодействовать и с этими людьми, и самим не испытывать какое-то своё личное обесценивание, своё отвержение. Допустим, Ольгин ребёнок не выбирает кого-то в игру, ну и нету ничего страшного, в жизни так бывает, что меня кто-то выбрал, а кто-то не выбрал. И, может быть, этот ребёнок помогает социализироваться, адаптироваться к другим жизненным ситуациям. И это не плохо и не хорошо, просто это важно учитывать любым людям. Спасибо большое, Юрий Сергеевич. Я хочу сказать, что на самом деле, действительно, сейчас достаточно модно называть своих детей ребёнок индига. Это в какой-то степени удобно многим родителям, например, ребёнок, ну то есть родители не уделяют должное внимание своему ребёнку, они его не воспитывают. Очень удобно сказать, когда ребёнок начинает, например, капризничать, падать, биться головой об землю, сказать, что «Ой, да вы не обращайте внимания, всё нормально, он знает, что делает». Он знает, что делает, он умело манипулирует своими родителями сейчас. Это есть, это действительно есть, об этом можно прочитать тоже во многих источниках, но есть действительно, вот, то есть здесь тонкая грань, да, но опять-таки, если брать действительно детей, которых мы называем индигой, но не все же дети предсказывают будущее, да, и не все, тоже, как нам Юрий рассказал, в три года не рассказывают таких философских мыслей, то есть вот тоже нужно эту тонкую грань учитывать. Может быть, их просто не спрашивают? Те, которые не делают. Я у своей дочери тоже не спрашивала, она сама решила, уже пора нам повернуть всё. Я хочу, чтобы мы все подвели итог нашей программы. Всё-таки дети Индиго – это подарок судьбы или испытание? И кратко хочу, чтобы каждый из вас дал какие-то советы родителям, у которых, может быть, они сейчас нас слушают и узнали в своём ребёнке, именно ребёнка Индиго. Юрий Сергеевич, хочу начать с вас. Хорошо. Я считаю, что любой ребёнок – подарок судьбы и испытание. Потому что подарок судьбы, он даёт нам много чего для развития, для нашего, как родителей, как людей. И испытания – мы испытываем себя, испытываем свои чувства, какие-то свои слабости, когда воспитываем и сопровождаем этого ребёнка в жизни. Поэтому я вот сегодня, разрешите, не буду проводить градацию, что те дети – не Индиго, они не подарок, а эти подарок. Я думаю, что все детки, без исключения, это подарок судьбы. И с другой стороны, для нас, как для родителей, для зрелых личностей, это тоже испытание. Спасибо большое, Юрий Сергеевич, за ваше мнение. Людмила. Ну, я тоже считаю, что любой ребёнок – это подарок. Другой вопрос, готов ли взрослый к этому подарку. Каждый ребёнок приходит и в том числе для того, чтобы чему-то обучить своих родителей. Ну, это уже факт, и об этом, наверное, многие слышали, а когда появляются дети, мы об этом узнаём на практике. И я бы не стала, ну, на самом деле, мне вот эта классификация тоже не очень нравится, классифицировать одних людей по одному признаку, других по другому. Ну, это грубовато, но я думаю, у каждого родителя просто стоит больше внимания уделять своим детям и больше любви, в первую очередь. Ребёнок, который растёт в любви, он не будет ни социальным, ни адекватным, ни агрессивным. Спасибо большое, Людмила. Елена Юрьевна. Я думаю, мы все придём к единому мнению. Вот, все дети действительно подарки для нас. Индига, не индига, совершенно не важно, да, какой термин нам предлагают. Действительно, любить их такими, какими они есть. А если они приносят нам какие-то испытания, то это уроки для нас. Наверное, мы их когда-то не прошли, должны почерпнуть что-то из этого. Спасибо большое. Ольга. Согласна со всеми, конечно, любой ребёнок — подарок судьбы, но большая ответственность и такой шанс, который даётся нам, родителям, действительно в себе что-то доработать, наверное, как-то так скажу, и помочь своему ребёнку развиться и найти действительно своё какое-то предназначение. Поэтому, безусловно, все дети — это подарок. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в студию, помогли разобраться в нашей теме. Я напомню, что в гостях у нас сегодня были психолог, тренер детского развивающего центра «Радуга плюс», специалист по работе с детьми с особенностями развития Юрий Сергеевич Патурнак, детский психолог центра родительской культуры «Мой малыш Елена Юрьевна Черемнова», мама шестилетнего ребёнка Индиго Ольга Бунчина и мама 14-летнего ребёнка Индиго Людмила Мочулина. Одна маленькая девочка Индиго как-то сказала своей маме, «Мама, ты знаешь, что дети сами себе выбирают родителей, и рождаемся мы для того, чтобы нас любили, обнимали и целовали. От себя я хочу добавить, любите своих детей такими, какие они есть, поддерживайте их и цените». Это интервью вы можете ещё раз услышать сегодня в 8 часов вечера. Далее в 2 часа слушайте программу по вашим музыкальным заявкам. Сразу после неё мои коллеги Наталья Тарасова и Анастасия Челокьян обсудят ту ситуацию, которая наблюдалась в Ростове вечером в четверг. Речь пойдёт о сильнейшем ливне, который стал причиной гибели и травмирования людей. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Марина Орлова. До встречи.